Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как работать с молодежью волжской войсковой казачьей общества? Какие традиции формируют казаки у самарских подростков? Где проводят казаки военно-спортивные игры для молодежи? В нашей студии Максим Маскаков, руководитель молодежи казачьей организации Волжского войскового казачьего общества. Максим Алексеевич, здравствуйте и спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Добрый день. Ну и давайте, знаете, начнем с самого начала, начнем, что называется, с Азов и Соснов. Расскажите о молодежной казачьей организации Волжского войскового казачьего общества. Что это такое? Потому что, ну, как бы, Волжское казачье общество и войско знают, а вот о молодежной организации знают, наверное, поменьше. Ну, молодежная казачья организация Волжского войскового казачьего общества, она находится в тех же территориальных границах, как и Волжское войско. Это 12 субъектов федерации. Это не только Самарская область, это и Ульяновская область, Саратовская область, Пензенская область, это Пермский край, Кировская область и республики, входящие в Приложский федеральный округ. Ну, вот, и, конечно, самая большая задача моя была три года назад, это объединить казачью молодежь всех 12 субъектов, чтобы они были в едином строю, с едиными мыслями и с единым направлением мысли, той самой правильной воинства русского и православного. — Вот вы сказали 12, по большому счету, то есть это 12 подразделений, 12 регионов. То есть я правильно понимаю, что это на самом деле вот такая, ну, по большому счету, ну, не федеральная организация в масштабах ПФО, штаб-квартира которой или центр, который находится в Самаре? — Да, штаб-войск находится в Самаре, а регионы мы немножечко по-другому называем. Вот войско — это войско, а у нас есть отделы и округа. Есть Самарское окружное казачье общество, Ульяновское, допустим, оно Синьбирское, Дельское казачье общество. То есть у нас это отделы. Самый большой отдел у нас — это Западное окружное казачье общество. В него входят 4 субъекта. Это Нижегородская область, Республика Мордовия, Республика Чувашия и Республика Марий-Эл. — Ну, то есть, по сути дела, по сути дела, это вот такая масштабная... Сколько, кстати, всего, ну, как сказать, казачат, наверное, так это будет правильно сказать, сколько молодых казаков или будущих казаков входит в вашу организацию? — Ну, тут немножечко сначала начну. — Давайте сначала, да. — Здесь наша работа, она делится на два направления. Первое направление — это образование, а второе направление — это военно-патриотические клубы. Ну вот, и из тех зарегистрированных ребят, это сейчас почти три тысячи ребят, которые у нас учтены и находятся в молодежной казачьей организации в наших рядах. Но на самом деле нас больше, потому что есть маленькие такие местечковые, но серьезные военно-патриотические клубы, они находятся в субъектах, в селах в основном. И они периодически появляются у нас, выстреливают, и мы их берем, опять же, под свое крыло обязательно. Стараемся не бросать ребят. Стараемся, чтобы эти военно-патриотические клубы также начинали входить в систему казачьего образования, то есть организовать обязательно казачий и кадетский класс. — Вот если говорить, кстати, о казачьем образовании, ведь это такая сложная на самом деле структура. Почему? Потому что существуют кадетские классы, существуют кадетские корпуса, существуют там другие учебные заведения казачьи. И это организации, которые дают полноценное обычное гражданское образование параллельно с образованием, ну скажем так, казачьим, военно-патриотическим, можно назвать его по-разному. То есть нужны лицензии на образовательную деятельность соответствующие. Ну то есть нужно соблюдать вот все те же правила, которые соблюдаются для гражданских учебных заведений. Я правильно понимаю? Вот об этом расскажите. — Это просто прописывается в уставе образовательного учреждения, там есть определенный порядок получения статуса казачьей образовательной организации, либо статуса казачий кадетский корпус. Есть свои определенные требования, допустим, чтобы появились казачьи кадетские классы, это нужно, чтобы в школе было не менее 50% учащихся, чтобы они были кадетами. — То есть имеете в виду, чтобы в школе, прошу прощения, перебил, то есть чтобы в школе не менее 50% учащихся школы изъявили желание стать кадетами вот этого казачьих классов? — Да, да, да. Именно так. — Это технический момент, который решается на уровне родительских собраний и педагогического совета, а дальше уже включается руководство школы и органы исполнительной власти, которые курируют непосредственно на месте образования, либо управление, либо департамент по образованию, они уже помогают им получить статус казачьей образовательной организации. — А вот как создается отдельное казачье образовательное учреждение? Ведь это же вообще очень сложная история такая. — Это очень сложная история. Пример тому самарский казачий кадетский корпус. Ему уже пять лет исполнилось. И когда только-только он появлялся, он появился на базе интерната. И часть детей даже была из интерната. — И, конечно, сейчас личный состав казачьего кадетского корпуса поменялся. И педагоги некоторые уже поменялись. Дети подросли. Дети начали совсем по-другому смотреть на казачество, на вообще кадетские классы. — Да вообще на жизнь, я думаю. — Ну, само собой. Потому что изначально они, когда пришли и сказали, что здесь будет казачий кадетский корпус, конечно, они не понимали, что будет дальше с ними происходить. Ну, по прошествии вот пяти лет ребята участвуют в федеральных мероприятиях всероссийских, достойно представляют Самарскую область, достойно представляют Волжское войсковое казачье общество, занимают серьезные места. И мы гордимся ребятами. Гордимся. — Ну, и здесь важный момент. Это военно-патриотическое воспитание. Вот мы сейчас об этом поговорим. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет и затем продолжим нашу беседу. — Да, хорошо. — Беззаметно тебя мы любим, свято-русская наша земля. Анастасия Хапина пришла в ансамбль «Чаровницы и добрые молодцы» четыре года назад. Она поет, танцует и даже увлекается вышивкой. Причудливыми узорами девушка украшает костюмы для выступлений. Простые рубашка или сарафаны в ее руках сразу превращаются в настоящие произведения искусства. Каждый человек талантлив, уверена Анастасия. Главное – найти занятие по душе. — У нас есть фланкировка. Помимо этого мы занимаемся резьбой по дереву, мы занимаемся вышивкой. Очень много чего делаем. Поэтому все русское народное ремесло – это, в принципе, тоже близко нашей душе. Такие вот шедевры. Этим можно пользоваться, из этого можно есть. В Самаре по крупицам собирают историю казачьего войска. В Доме культуры Победы прошел праздник «Казаки на страже мира». Здесь и ярмарка казачьей формы, оружия и изделий прикладного творчества. А выставка архивных фотографий посвящена истории возрождения волжского казачества. Черная и белая съемка – это 1990-1999 годы. Фотографии периода по Самаре, по Самарской области и других местах, где участвовали самарские казаки и вооружские казаки. А цветные – это уже современный день. Это фотографии 2020-2023 год, показывающие об участии казаков в различных мероприятиях. В концертной программе приняли участие ансамбли народной песни «Потешки» и «Родничок», фольклорный коллектив «Горлица» и другие. Праздник прошел при поддержке администрации Самары, Самарского казачьего землячества и Ассамблеи народов Самарской области. Максим Алексеевич, вот вопрос, собственно говоря, важнейший, наверное, как вовлечь подростков в военно-патриотические формы досуга. И почему вот этот сюжет, собственно говоря, и показали? Потому что форм на самом деле очень много, работает очень сложно. Сейчас принято критиковать молодежь, иногда даже ругать. Я считаю, что на самом деле напрасно. Почему? Потому что вот те люди, которые критикуют, когда они сами были детьми и подростками, в это время не было столько соблазнов. И как бы вот они жили немножко в другом мире, в другом обществе. Сейчас мир изменился. Вот как вовлечь детей, как вовлечь подростков, чтобы они сами захотели, чтобы они сами захотели заниматься военно-патриотической работой, там, юная армия, казачество. Вариантов, может быть, на самом деле разные могут быть варианты. Вот ваше мнение. И как вы работаете? Личным примером. Только личным примером. Личным примером показывать абсолютно все. Вот пример даже такой с самарского казачьего к одесскому корпусу. Вот ребята перешли уже сейчас в 11 класс, два мальчика. Они пошли в общественный молодежный парламент при Совете депутатов Советского внутригородского района. Вот. Личным примером их туда завел. Я сам пошел, я состоял в молодежном парламенте при Самарской Буберской думе. Вот. И Советский район тоже вот пригласил меня и попросили ребят активных пригласить. Я подумал, что ребята активные, они везде участвуют. Думаю, нужно их с собой пригласить. Привел. Ребята постоянно на виду у главы района, постоянно на виду у всех организаторов мероприятий. Они предлагают разного рода мероприятия. То есть все личным примером. Они приходят, иногда советуются, я им подсказываю, помогаю, чем могу, конечно же. Вот. Личным примером на соревнования везем их, если участвуют, они подходят, там, Максим Алексеевич, подтягиваться. Будете? Буду. А сколько вы раз подтягиваетесь, Максим Алексеевич, тогда? Пятнадцать. Пятнадцать раз. Браво. Да, это хороший пример. Да. Ну, с ребятами, конечно, в акробатику я не впадаю. Это было учеба в кадетском корпусе. Сейчас уже я так навряд ли повторю. Но с ребятами, да, конечно, общаемся и отжимаемся. Мы с ними там бывает, пока не упадем. Но это вот на соревнованиях. И им интересно пообщаться, позадавать разного рода вопросы. А куда дальше они пойдут? Чем они будут дальше заниматься? Как казачье общество устроено? Есть ребята, которые, вот, если они подросли у нас, уже им исполнилось 18 лет, мы их забираем сразу же в казачье общество. Вот сейчас мы сформировали такую часть одного из казачьих обществ. У нас есть станица центральная. Вот мы туда пригласили всех молодых ребят. Там у нас есть студенты с Самарского государственного технического университета, который вошел в ассоциацию казачьих вузов. И мы создали на базе сам ГТУ казачью сотню. Вот ребята с этой казачьей сотней готовятся. Ну, они в различных направлениях будут работать. То есть они будут и с детьми помогать нам работать с казачьими кадетскими классами, с военно-патриотическими клубами, помогать организовывать мероприятия. И также будут заниматься охраной общественного правопорядка. То есть они будут своим примером показывать ребятам-казачатам, что такое есть современный молодой казак. И что казачьего роду нет переводу. Так точно. Однозначно. Вот, кстати, в таком случае скажите, сейчас какие формы военно-патриотического воспитания досуга есть в вашем обществе? Вот вы сказали секции, тому что, ну вот я, например, большой сторонник спорта. Я считаю, что вот военно-спорт, военно-спортивное, проговорил, воспитание, это, ну, наверное, один из идеальных вариантов. Вот что сейчас есть у казаков? Чего учите? Ну, у нас, естественно, есть, опять же, пример самарского казачьего кадетского корпуса. У нас обязательно есть занятие фланкировкой шашкой. Обязательно есть. Чтобы фланкировать шашкой, даже макетом нужна достаточно серьезная физическая подготовка. Это очень трудно. Очень. Я когда начинал учиться, это было очень трудно и голову, и руки все подключить, чтобы все работало. А двумя шашками, так вообще, это ужас. Обязательно есть занятия по единоборствам. Ну, рукопашный бой у них есть. Ну, стрельба из пневматического оружия есть, естественно, у них. Ну, и самое, наверное, главное, что их уравновешивает и приводит к единому знаменателю и пониманию. Это, естественно, духовное воспитание. Это обязательно батюшка. Рядом с казачьим кадетским корпусом стоит храм. Настоятель храма, отец Сергий, он же и заместитель директора по учебно-воспитательной работе в казачьем кадетском корпусе. Да, то есть ребята всегда окружены какой-то заботой, лаской, так сказать, и постоянно находятся в воспитательном процессе. Таким правильным мужским словом. То есть в этом смысле, кстати, вот я о чем подумал, сейчас говорят, что, ну, к сожалению, у нас у образования женское лицо, а вот у казачьего-то образование лицо чисто мужское такое. Да, да, да. Хотя есть, ну, педагоги у нас все в форме, естественно же, они казачки. Ну, понятно, женщины тоже присутствуют, но мужчин-то больше. Основным процессом воспитательным, как офицеры-наставники, естественно, это только мужчины. Только мужчины. Замечательно. Вот просто замечательно. Особенно в наше странное время мужское образование, которое вот с детства ребенку объясняет. Да. Это дорогого стоит. Просто дорогого. Вот просто. То есть я так понимаю, что вот многие вещи решаются жестко, конкретно, не допускаются. То есть там курение чего-либо там... Задача поставлена, задачу нужно исполнить. Обязательно. Ну, конечно, курение это... Нет, такого в корпусе нету. Не может быть, потому что не может быть никогда. Не может быть никогда. Вот я причем... Вы радуете меня. Обычно как вот все-таки там говорят, ну, говорят то, что, ну, не курят наши ребята, не пьют. А на самом деле курят и пьют, да? Бывает, да. А вот я поехал, опять же, с ребятами, ну, там уже с разных школ у нас войсковые этапы были соревнований, всероссийских соревнований в казачьих сполах, спартееды до призывной казачьей молодежи и слет готов к труду и обороне. И мы с ребятами три дня провели в полях. Ну, там абсолютно разного возраста дети, естественно. Вы жили долго вместе, да? Ну, да. И вот мы смотрели там по палаткам. Ну, они, конечно, у нас и уставали очень сильно. И весь день физической подготовки в такое серьезное соревнование. Но вечером все равно они вот собирались, около костра садились. Никто никуда не отбегал. Я лично ходил, контролировал. Никто не курит, никто не пьет. Все у нас четко. Ну, браво, Максим Алексеевич. Вот просто браво. Я, собственно, другого и не ожидал. Кстати, вот если говорить, ну, скажем так, вообще о вот этой, ну, такой внешкольной, скажем так, вот работе. Вот военно-полевые сборы. Участвуют в них подростки, школьники? Как это организовано? Что вы делаете? Как проводите? Потому что ведь это крайне важно для практической подготовки будущего военнослужащего. Ведь вы готовите все-таки людей, которые либо срочную службу, либо, скорее всего, все-таки будут профессионально служить в армии. Очень важное дело. Да, ну, для школьников военно-полевые сборы, такие серьезные, как вот, допустим, мы проводим с казаками-добровольцами, либо же уже с членами казачьих обществ. Ну, то есть со взрослыми казаками. Да, со взрослыми казаками. Мы такие полномасштабные не проводим. Мы на такие сборы серьезные приглашаем уже старших ребят от 18 лет. Как раз-таки вот ребята с Самарского государственного технического университета у нас приезжают, с местных отделений молодежных казачьих организаций других субъектов, приезжают, участвуют. Кстати говоря, участвуют очень положительно. У многих, у многих ребят стрельба, ну, либо хорошо, либо отлично. То есть это показатель, серьезный показатель. Того, что их учили хорошо. Да, и занятия с ними проводились и на местах, в округах, в окружных казачьих обществах. Вот, и, в принципе, ребята заканчивали в основном кадетские корпуса. Вот в Пензе у нас еще есть казачий кадетский корпус, в Перми есть казачий кадетский корпус, и в Ульяновске, в Димитровграде. То есть серьезные ребята приезжают, показывают высший класс, показывают не только свои знания и умения в работе с оружием, но и свою стойкость духа определенного, да. То есть ребята, которые добровольцы, они смотрят на молодежь и понимают, что есть еще ребята, которые готовы встать на защиту Родины. И они идут и понимают то, что есть тыл. Есть тыл. Есть тыл. Ну, то есть получается, что вот эти сборы, они проводятся, в них частично участвуют школьники и участвуют люди, так сказать, взрослые. И они друг другу передают опыт. Не школьники, не школьники. Старшие. Старшие. Это старшее звено. С 18 лет. Да, с 18 лет. Потому что у нас молодежная казачья организация, мы берем молодежную казачью организацию с 8 лет и до 35. То есть у нас вытвержден возраст молодежи с 8 до 35. Конечно же, ребята, которые учатся в кадетских классах, им и тяжело будет находиться в той нагрузке, которая дается на сборах. Потому что это обязательно марш-броски, это все в броне, это обязательно с оружием все это, это очень тяжело, конечно же. Но для них у нас другие формы работ. Это соревнования. Причем соревнования достаточно серьезные и тяжелые. Спасибо большое всероссийскому казачьему обществу за то, что они вывели наши соревнования и привели к единому знаменателю во всей стране. Они сделали их все российскими, сделали выисковые этапы, выделяются средства. То есть уже ведется плановая работа у нас серьезная. Начался учебный год и начался процесс учебы. Но вот как раз сейчас это интересный вопрос. Сколько казачьих классов на территории Самары, городского округа Самары, ну и Самарской области, какие учебные заведения, сколько учеников или казачат, назовем это так. Казачата. Казачат, да, более правильно. У нас на территории Самарской области 27 образовательных учреждений, реализующих казачий компонент. Там и казачий кадетский корпус, и у нас в Самарской области есть еще детский сад. И там есть группа с казачатами. Да, находится этот детский садик в Борском, в селе Борское. И вот у нас там есть целая группа казачья. Классов, ну так не посчитать сразу, 27 учреждений. Ну, примерная цифра еще, потому что только-только учебный год начинается, и вот аналитику мы проведем где-то к середине сентября, и поймем точное количество. Ну, примерно это, ну, где-то 650-700 человек, это точно у нас в этом году есть. Это тоже немаленькая цифра такая. Куда идут выпускники, как правило? Вот по статистике, вот вы же наблюдали, наверное? Да, наблюдали. Различные, конечно, есть учебные заведения, в которые они уходят. Есть ребята, которые, ну, процентов, наверное, 40 уходит в военное училище. Вот так вот я могу сказать. Процентов 40 в военное училище уходит. А остальные расходятся, либо какие-то специализированные вузы, например, там, Самарский юридический институт в Синроссии, да? Ну, тоже близко. Да, то есть это тоже очень близко. Есть ребята, которые идут в Первый казачий университет МГУ-ТУ имени Разумовского. Это где такое? Это в Москве, Московский государственный технический университет имени Разумовского. Он носит название как Первый казачий. И у него есть филиалы. Вот ближайший филиал – это город Димитровград. И от Димитровграда у нас в Самаре есть самарская площадка этого филиала, этого вуза. И, как я уже говорил, у нас в конце 2021 года появилась ассоциация казачьих вузов, в которую вошли вузы со всей страны, и казачата при поступлении в эти вузы имеют очень большие преференции. От Волжского войска, от Самарской области, вот я уже говорил, вошел Самарский государственный технический университет. Спасибо большое ректору за то, что он так радушно отнесся к нам, за то, что он принял наше направление мысли, нашу идею, поддержал ее и дал нам возможность создать казачью сотню на базе вуза. Кстати, тогда вот осталось совсем немного времени, если родители хотят, чтобы их ребенок, ну и ребенок тоже хочет, безусловно, чтобы ребенок учился вот либо в казачьем классе, либо в казачьем корпусе, когда лучше начинать, так сказать, общаться? И можно ли среди года перейти, например? Ну, среди года тяжеловато, в любом случае переводиться даже из любой школы обычной, на другую обычную школу, это очень тяжело. В казачий и кадетский корпус можно поступить с пятого класса. С пятого класса? С пятого класса, да. Казачьи и кадетские классы, ну, во всех школах по-разному, у нас есть и младшее звено, и есть старшее звено, но лучше это, конечно, делать летом, перевод осуществлять, чтобы в начале нового учебного года ребенок вливался и чувствовал себя просто комфортно. Экзамены какие-то входные есть, то есть физподготовка, еще что-то, потому что, ну, как бы, класс-то не совсем обычный? Конечно, конечно, есть, это физическая подготовка, русский, математика. Ну, основные предметы. То есть входной тест есть? Да, конечно. Ну, это тоже хорошо, это означает, что подбираются люди с хорошим образованием. Время программы, к сожалению, подошло к концу. Большое спасибо за интересную содержательную беседу. Надеюсь, увидимся вновь, потому что делаете вы большое и очень важное дело воспитания нашей молодежи. Напоминаю, в нашей студии был Максим Маскаков, руководитель молодежной казачьей организации Волжского войскового казачьего общества. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!